МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он остановился на стрельбе из блочного лука. Я решил попробовать себе доказать, даже самому смогу, я справлюсь, добьюсь. Мечтал стать хотя бы призером чемпионата России, чемпионом России. Я стал в миксе чемпионом мира, рекордсменом мира. Михаил Викторович рассказывает ребятам о своих достижениях в спорте, о паралимпийцах, а также о необходимости соблюдать во всем правила безопасности и слушаться взрослых. Он достает подставку для лука, стабилизатор, колчан, затем зимние и летние стрелы. Дети с горящими глазами рассматривают спортинвентарь. Мне понравился сам лук, какой он тяжелый и красивый. Стрелы такие, медалей очень много, все такие красивые, золотые, серебряные. Класс оказался спортивным. Ребята занимаются танцами, плаванием, самбо. Есть и результаты. Дети выступают на соревнованиях, занимают призовые места. Это радует гостям. Конечно, приятно было видеть, как детишки радовались, эмоции, то, что они все занимаются спортом. Все, и это тоже очень приятно. В Лесногородской школе такое мероприятие проводится впервые, однако в планах сделать уроки доброты регулярными. Ребята видят наших чемпионов, видят их стремление, героическое отношение к спорту, к жизни. Это, конечно, для ребятишек огромный пример. Мероприятие в рамках партийного проекта «Единая страна. Доступная среда» проводится в Одинцовском округе регулярно. Основная задача – показать детям, что в жизни важны и личные победы, и взаимовыручка, поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья. Вот этот партийный проект, я думаю, что мы сейчас уже, в связи с тем, что миры уже более-менее ослаблены, мы будем проводить, конечно, в каждой школе привозить, показывать, и мы надеемся, что наши дети будут отзывчивыми, добрыми, целеустремленными и настоящими играми в будущем. В завершение встречи чемпион мира предлагает провести для ребят еще один урок доброты. Лет через пять, чтобы они смогли достичь успехов в учебе и спорте и продемонстрировать гостю свои награды. Ну а пока – традиционная совместная фотография на память о встрече со знаменитым паралимпийцем. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Трифонов, телекомпания «Одинцова». Трифонов, телекомпания «Одинцова». Трифонов, телекомпания «Одинцова». Трифонов, телекомпания «Одинцова».